Друзья, всем привет! Что такое муниципальные квартиры, откуда они берутся и какие права есть у людей, живущих по договору социального найма? Понятие муниципального жилья определено в 19-й статье ЖК РФ. Согласно ему, все жилые помещения страны делятся на три группы. К первой относится частный жилищный фонд. При этом в эту категорию входят помещения, которые принадлежат как частным, так и юридическим лицам. К второй группе относятся квартиры и комнаты, находящиеся в собственности РФ или ее субъектов. И, наконец, есть помещения, которые принадлежат муниципальному образованию. В квартирах, относящихся к государственному или муниципальному жилищному фонду, россияне могут жить по договору социального найма. Наем длиною в жизнь. Согласно статье 60 ЖК Договор социального найма заключается на неопределенный срок. По закону наниматель может сдавать квартиру под наем, прописывать туда членов своей семьи. Кроме того, наниматель имеет право обменять жилое помещение. В муниципальной квартире накладывает и определенные обязательства. Жилец обязан бережно относиться к имуществу, проводить текущий ремонт и, конечно, своевременно оплачивать проживание в квартире, то есть коммунальные услуги. Наемодатель, иначе говоря, орган местного самоуправления, обязан проводить как текущий, так и капитальный ремонт, а также предоставлять коммунальные услуги. Однако нередко происходят ситуации, при которой жильцы добиваются от местной администрации капитального ремонта только через суд. Как женщина, проживающая в муниципальной квартире в Ирмурском поселке Яр. Нежредственная комиссия определила, что дом нуждается в капитальном ремонте. Однако чиновники выделять деньги не спешили. Тогда женщина провела ремонт своими силами, а после собрала все чеки и обратилась в суд. Исковые требования суд полностью удовлетворил. С местной администрации взыскали более 60 тысяч рублей на ремонт. Обменять можно, но непросто. Жильцы муниципальных квартир имеют возможность обменивать свои квадратные метры, но только если есть вторая квартира, участвующая в армении, находится в собственности муниципалитета. Правила обмена муниципальных квартир определены в 72-й статье ЖК. Для начала процедуры обмена владелец квартиры должен заручиться согласием всех членов семьи, а также разрешением от местной администрации, то есть наимодателя. А если в квартире прописаны дети или недееспособные граждане, то потребуется разрешение и от органов опеки и попечительства. Обмен муниципальной квартирой – одна из самых хлопотных сделок с недвижимостью. В том, что касается документов, письменное разрешение на обмен требуется собрать со всех членов семьи, даже временно проживающих по другому адресу. И такие разрешения нужны для всех квартир, участвующих в обмене. Сложно представить, сколько времени занимает их сбор, если, например, большая семья со взрослыми детьми меняет свою муниципальную трешку на две однокомнатных квартиры. Кроме того, необходимы документы. Технический паспорт, кадастровый, справка о составе семьи, справка об отсутствии задолженностей по коммунальным платежам, свидетельство о браке и свидетельство о рождении детей. В некоторых случаях местная администрация требует и другие документы. Закон дает право и на принудительную сделку. Это удобно, например, для выселения пьющего родственника. Однако принудительный обмен муниципальной жилплощади возможен только по решению суда. Приватизировать скоро будет нечего. Каждый наниматель муниципальной квартиры имеет возможность оформить ее в собственность. Это расширяет спектр возможных сделок с квадратными метрами. Ведь неприватизированную квартиру нельзя сдать в аренду или продать. Кроме того, муниципальные квартиры не передаются по наследству. После смерти нанимателя при соблюдении ряда бриократических процедур близкие родственники имеют возможность оформить на себя только договор найма. По действующему законодательству нельзя приватизировать аварийные или расположенные в общежитиях квартиры, а также жилую площадь в служебных зданиях или в закрытых военных городках. Об этом говорится в федеральном законе о приватизации жилищного фонда в Российской Федерации. Каждый гражданин страны имеет право только на одну процедуру приватизации. При этом несовершеннолетние, участвующие в приватизации, сохраняют право на бесплатный перевод в собственность муниципального жилья и после 18 лет. В последние годы темпы приватизации жилья снизились. Во многом это произошло из-за того, что на фоне слухов об отмене бесплатной приватизации многие люди поспешили оформить жилье в собственность. Так, по данным Московского департамента городского имущества, в домах столицы осталось всего 9% неприватизированных квартир. Кроме того, количество нового муниципального жилья не успевает за ростом числа нуждающихся в нем. В этой сфере необходима серьезная государственная поддержка строительства. У многих граждан нет возможности оформить ипотеку, а потому необходимо увеличивать фонд муниципального жилья, в том числе с помощью привлечения частных инвесторов. С вами был Евгений Корсакин. Если есть вопросы, пишите в комментариях. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова